всем добрый день и сегодня у нас тема что делать при синдроме раздраженного кишечника эта тема с одной стороны она кажется такая довольно узкая на самом деле она очень такая обширная и скорее всего у нас получится что мы будем на эту тему общаться целых два раза сегодня у нас будет такая первая часть потому что я сто процентов уверена что мы не успеем все важные вопросы обсудить почему именно сегодня почему именно сейчас эта тема такая наиболее когда я думала что о чем же нам с вами сегодня поговорить почему именно эта тема выплыла на поверхность что во-первых у нас с вами есть один из новых продуктов дженера и мы в контексте этого продукта сегодня и будем часть нашего разговора мы будем это обсуждать и второй момент у нас скоро праздники и как правило наиболее актуальные две темы сейчас если посмотреть на просторах интернета что обсуждается это как похудеть новому году те кто согласны те кто тоже об этом задумался можете поставить плюсики в чате и вторая тема как не убить печень да как ее спасти как праздники пройти безопасно вот это две темы которые как правило на поверхности но у нас есть еще третье такое связующее звено которое вот эти две темы связывают это наш кишечник да и принципе от здоровья кишечника от состояния кишечника у нас очень сильно и много всего связано и поэтому мы сегодня пойдем как бы с этой стороны зайдем да но при этом мы немножко рассмотрим такую специфическую тему как синдром раздраженного кишечника что это такое чем его едят как он проявляется что вообще с этим всем делать но вначале о кишечнике да почему он для нас важен не только зимой но и в любое время года потому что от состояния кишечника вообще зависит наше с вами здоровье это как корни у дерева да или у цветочка какого то да то есть мы все прекрасно знаем что если вдруг с цветочком что-то начинает происходить надо посмотреть глупо что с его корешками и если мы говорим о нашем кишечнике то это один даже не один а самый большой по площади орган нашего организма да то есть это получается смотрите здесь общая длина кишечника взрослого человека от 7 до 9 метров почему от 7 до 9 потому что но у кого-то бывает чуть-чуть он длиннее у кого-то бывает чуть-чуть короче очень важно состояние нашего кишечника для нашего настроения потому что он как бы входит в цепочку где у нас с вами образуется формирует как бы синтезируется гормон счастья то есть эти более пяти девяносто процентов предшественника гормона части серотонина вырабатывается именно в кишечнике 70 процентов иммунных клеток они у нас с вами находятся именно в кишечнике и именно в кишечнике у нас находится наш такой второй как бы мозг как говорят сейчас даже очень сильно обсуждает а кто вообще главнее первый этаж или или именно микробиота кишечника потому что она действительно влияет на очень многие процессы в нашем организме и смотрите она примерно три процента от всего веса нашего тела кому интересно можете посчитать сколько это получается и есть идем дальше а что такое синдром раздраженного кишечника это понятие сейчас очень на слуху да по статистике если мы смотрим то практически это касается и детей и взрослых людей пожилого возраста в среднем как бы получается что каждый третий человек сталкивался с этим вопросом и как бы большая часть вообще именно даже может не подозревать о том что этот вопрос есть да потому что опять же по статистике всего несколько человек несколько процентов из этих 30 они доходят до специалистов да остальные или не замечают или как бы живут и считают что у нас такое понятие нормы да оно очень для нас людей очень расплывчато иногда человек забывает что значит быть здоровым как пример городской житель который живет загазованности все время отсутствие чистого воздуха выезжает на природу и от чистого воздуха может даже заболеть голова наверное сталкивались такими моментами да что нам важно с вами понять почему синдром раздраженный раздраженного кишечника да потому что это совокупность различных факторов да и различных проявлений и как бы что важно для нас с вами определить что синдром раздраженного кишечника это уже диагноз да то есть просто вот он таким образом сформирован поскольку мы с вами не лечим мы с вами занимаемся в сфере профилактики здоровья поэтому мы с вами будем разберемся что же такое синдром раздраженного кишечника поймем как разобраться актуален для вас этот вопрос или нет и будем говорить о том а что же мы можем делать чтобы туда не попасть а чтобы не попасть в эту статистику потому что если мы с вами будем идти и делать обычные действия как среднестатистический человек то нас с вами тоже в эту статистику включат и мы тоже туда попадем мне очень нравится такой вывод из закона мерфи который наверное знаете что закон нерви ну это по принципу если там такой вывод есть что если мы не управляем системой да то в конце концов она придет к неблагоприятному результату поэтому наш организм это система да система органов и нам очень важно за ним ухаживать что же такое синдром раздраженного кишечника вот здесь вам очень важно для себя понять что это именно он его проявление связаны не с воспалительными процессами воспалительные процессы и дальнейшие там серьезные изменения они уже будут потом а это уже такой начальный шаг который когда начинается такой сбой и изменения в самой работе этой системы да то есть как он как он будет проявляться он может проявляться газовообразованием он может проявляться изменением стула да то есть его регулярностью его как бы структурой да то есть у кого-то могут быть запоры у кого-то могут быть наоборот диарея да может быть слизь в кале у человека но когда уже говорят о диагнозе о диагнозе говорят тогда когда вот эти процессы во-первых они сопровождаются болью да и боль как правило ощущается в нижней части живота и правая часть живота внизу в основном да но боль вообще может возникать как бы по всему району живота то есть там нет таких каких-то определенных мест и вот как раз наличие боли это является основным признаком того что да уже как бы медики могут говорить уже о диагнозе о синдроме раздраженного кишечника второй момент это чистота да то есть как часто это проявляется вот причем очень важно то есть это не каждый день да то есть когда каждый день у человека какие-то такие изменения да то есть это уже такое более серьезное запущенное состояние да когда уже человеку могут поставить диагноз синдрома раздраженного кишечника когда вот с этими проявлениями изменением стула да то есть допустим могут как он может изменяться да то есть если у человека выходит животное очищается кишечник раз в три дня то есть три раза в неделю не каждый день это уже сигнал что важно насторожиться или наоборот как бы более учащенный стул там более трех раз в день да тоже это уже является сигналом причем эти проявления могут быть не каждый день достатка как бы уже стоит насторожиться когда это происходит один раз в неделю да следующий момент есть такая бристольская шкала можете посмотреть в интернете я не стала вам здесь ставить эти картиночки да то есть по этой шкале до 2016 года медики ориентировались чтобы понять вообще какой процесс происходит нормальный стул запор или наоборот понос да и там есть семь позиций да вот этой бристольской шкалы но в 2016 году были сформулированы сформулированы римские критерии 2016 года да то есть вы тоже можете их найти там очень подробно все описано да сегодня мы не будем это разбирать да то есть это уже медики этим занимаются да но кому интересно еще раз с точки зрения как туда не попасть да можете туда заглянуть или другой момент а что может ждать если этим не заниматься тоже можно посмотреть да то что там в римских критериях описано все поэтапно как проверить что проверить какие есть там рекомендации как вообще эти вопросы решают и получается что на сегодняшний день по рекомендациям ориентируется именно на три состояния более твердый кал более жидкий и норма поэтому почему я вам сегодня об этом рассказываю потому что чтобы мы могли с вами понять насколько то есть если мы с вами двигаемся из точки а в точку б да у нас есть путь путь здоровья потому что идя по концепции здоровья мы делаем с вами определенные шаги да кто-то начинает кто-то продолжает свой путь уже на протяжении многих лет но иногда бывает так что делая вот эти наши шаги иногда мы не достигаем каких-то вот результатов которые мы хотели и поэтому иногда стоит остановиться и сделать такую немножко чикап проверить посмотреть и понять а может немножко надо изменить вот направление еще раз как бы определились что если есть вот эти проявления один раз в неделю и как бы когда уже на протяжении полугода это происходит то это уже сигнал что надо серьезно заниматься что может влиять на работу нашего кишечника причем еще раз хочу вам отметить что это физика бы это работа кишечника да то есть это не это функциональное расстройство да то есть это функциональное как бы проявление да то есть это не воспалительные процессы да но при этом что что может быть причинами вот одной один из как бы один из моментов который может провоцировать изменение работы кишечника это стресс да и вот как раз в 2016 году врачи начали говорить и раньше они не учитывали этот момент поэтому как бы если вы сталкиваетесь такой ситуации что как бы этот момент не учитывается может быть просто немножко не дошла информация но с 2016 года один из таких важных моментов о чем говорят это влияние нервной системы на работу нашего кишечника да и влияние именно стресса вот эта связь стресс нервная система кишечник и работы кишечника мы с вами будем разбирать отдельно в следующий раз да то есть сегодня у нас будет первая часть а то что касается стресса и нервной системы более подробно мы пошагово разберем с вами на следующей встрече что еще влияет на на работу нашего кишечника конечно же питание да то есть вы со мной я думаю согласитесь да и поэтому праздники которые нас с вами впереди ожидают да они как правило тоже могут повлиять на работу нашего кишечника может быть какие-то изменения физиологии кишечника да что очень важный такой момент у нас был предыдущий слайд да то есть может быть какие-то провоции могут спровоцировать воспалительные какие-то заболевания то есть это может быть последствия какой-то инфекции а то же самое паразитарная инфекция это может быть последствия да и очень важный момент который влияет на работу нашего кишечника который может спровоцировать синдром раздраженного кишечника это изменение нашей с вами микрофлоры вот о микрофлоре о слизистых кишечниках что делать мы сегодня будем с вами подробно разбирать но еще раз вам говорю да то есть очень важный момент очень важно учитывать влияние стресса а то есть в народе есть очень такое яркое понятие как медвежья болезнь есть люди у которых нервная система на такая подвижная и ну мы каждый о себе хорошо это знаем я четко знаю что если какой-то экзамен был какие-то важные серьезные события да то у меня это проявление оно есть да то есть я знаю что это мое такое вот как бы узкое горлышко такое да которое надо учитывать идем дальше очень важный момент с которым нам с вами надо разобраться поэтому я вам рассказываю это в самом начале это так называемые красные флаги или сигналы тревоги на которые важно обращать внимание почему потому что когда мы с вами начинаем заниматься своим здоровьем когда мы знаем с вами начинаем использовать какие-то природные компоненты да то есть мы то есть мы можем в какой-то момент не обратить внимание да то есть может быть это по незнанию поэтому давайте с вами разберемся и если вот эти моменты они присутствуют там или у вас или там у ваших близких то очень важно в этом случае обратиться к врачу да то есть первый момент это потеря веса да то есть что нам с вами важно понять да вот если мы говорим о синдроме раздраженного кишечника то несмотря на то что нарушается изменяется функция как бы работа кишечника да то есть воспалительные процессы они уже идут как правило следом да и как правило таких вот резких изменений как потеря веса без причины без того что человек там придерживается изменил свое питание да как бы она не не проявляется поэтому потеря веса она служит сигналом для того чтобы посмотреть глубже второй важный момент ночные боли в животе почему здесь отдельно это вызвано выделено потому что когда мы говорим о синдроме раздраженного кишечника да там присутствует вот это понятие боли но они как правило эти боли они такие как рези они могут быть перед тем как кишечник очищается и потом они проходят да потому что они больше связаны даже с тем что идет как бы застой газов да то есть растяжение стеночек кишечника там повышается чувствительность то есть как бы более человек чувствительность становится ткани становится чувствительной поэтому есть вот этот болевой синдром но эти это боль непостоянно то есть если есть боли постоянные в области живота есть ночные боли да опять же это очень важный момент и сигнал что нужно смотреть и проверять дальше появление неприятных ощущений более в пожилом возрасте ну мы знаем что с возрастом начинает как бы иммунная система меньше отслеживает больше риски возникновения онкологических заболеваний да поэтому если вот эти изменения начались в пожилом возрасте надо желательно сходить проверить сдать анализы посмотреть глубже в случае аутоиммунных заболеваний так тоже и онкозаболевание в семье да то есть как бы здесь идет речь о такой предрасположенность да поэтому тоже в этот момент надо быть на стороже если поднимается температура да то есть тоже это сигнал да и еще очень важный момент это мы даже с вами можем делать сами да то есть напомнить если вдруг нам не назначили но желательно если есть какие такие вот проявления то желательно проверить наличие скрытой крови в кале да то есть это делается лабораторным анализом да то есть это тоже момент на который очень важно обратить внимание то есть еще раз хочу вам такое акцентировать что эти моменты надо проверить и исключить да потому что эти моменты они уже требуют более серьезного такого специального подхода да и это важно отслеживать да то есть как и что будет меняться двигаемся дальше какие аспекты что влияет что формирует синдром раздраженного кишечника то есть мы с вами можем на вот эту на этот слайд посмотреть немножко с другой стороны посмотреть на что мы с вами можем повлиять где вот есть вот это слабое место где мы можем споткнуться где мы можем подложить вот эту соломку что мы можем делать о чем мы можем с вами позаботиться первое о чем хочу с вами поговорить генетическая предрасположенность кажется что на этом мы не можем с вами влиять но на сегодняшний день наука уже доказала есть определенное направление эпигенетика которая говорит о том что на гены Гены мы можем влиять через среду. Что это значит? У нас может быть врождённо какое-то ослабленное место, какой-то ослабленный участок в нашем генетическом коде, но при этом в наших с вами силах сделать так, включится он или нет. Гены, они закрыты такой как защитной оболочкой. И именно среда влияет на то, что вот эти участки, которые начинают включать различные моменты, они могут как бы оголиться и начать влиять. И это поняли и открыли учёные, которые занимались клонированием клеток. Это очень хорошо описано в книге Брюса Липтона «Биология веры». Можете почитать, посмотреть, замечательная книга. И вот здесь как раз мы с вами находим ответ, а как мы, идя по концепции здоровья, может поворачиваем даже вспять очень серьёзные моменты. То есть мы с вами через концепцию здоровья, мы меняем среду в нашем организме, мы её восстанавливаем, очищаем, восстанавливаем равновесие. И таким образом мы убираем вот эти риски, которые могут спровоцировать генетическую предрасположенность. Висцеральная гиперчувствительность. Об этом мы с вами будем говорить в следующий раз, когда мы будем говорить о нервной системе, о связи мозга и кишечника. Здесь как раз у нас будет с вами разговор о серотонине, потому что когда у нас с вами снижается уровень серотонина, у нас с вами повышается чувствительность. И таким образом человек даже, когда его… Есть люди, которых можно схватить за руку, и ему будет больно, да, то есть просто от прикосновения, то есть как бы ткани, они более чувствительны, да, то есть вот это очень связано с серотонином. И именно поэтому один из таких методов уже лечения синдрома раздражённого кишечника, когда у человека боли, если вы почитаете вот эти римские критерии, рекомендации, как решать, то вы увидите, что практически уже на первых этапах, да, то в протоколы лечения добавлены антидепрессанты, потому что они как раз влияют на серотонин, да, то есть на вот эти серотониновые рецепторы. То есть мы с вами будем в следующий раз говорить, а как мы можем сделать так, чтобы природными средствами мы могли вот этими моментами немножко управлять, да, то есть как опять не допустить, да. Следующее нарушение моторики желудочно-кишечного тракта. Вот здесь у нас тоже такой, сегодня немножко вам скажу, что это у нас с вами больше связь опять с нервной системой, да, потому что от чего у нас зависит моторика работы кишечника, да, у нас у кишечника есть такая волна перистальтики, да, но нам важно помнить, что кишечник, стенки кишечника – это мускулы. И мускулы, они работают за счет наличия минералов, и поэтому очень важный момент тоже одной из рекомендаций профилактики того, чтобы не спровоцировать вот это, как бы, расстройство в организме, да, изменения. Это очень важный момент – это баланс электролитов в организме, это правильное, как бы, усвоение организмом кальция и магния, и здесь как раз еще будет связь с Д-витамином, да, вот это мы будем разбирать с вами подробно в следующий раз, да. А о чем мы будем с вами сегодня говорить? Мы будем говорить с вами о микробиоте и факторах питания, как оно влияет, да, и мы будем с вами говорить, а можем ли мы вообще повлиять на воспалительные процессы, есть ли у нас какие-то природные защитные механизмы, чтобы себя защитить от воспаления, да, то есть как мы можем на это повлиять, да. Поэтому вот видите, здесь у нас, как бы, раздавилось на две такие части, да. И самое первое, если мы говорим с вами о кишечнике, забыла вас спросить, да, то есть, скорее всего, если бы мы, я вас спросила о здоровье кишечника, да, то есть даже сейчас можете написать, а какие, ну, идеи, как бы, пути решения у вас сразу всплывают в голове. То есть если есть вот вопрос, то есть непорядок в кишечнике, да, то есть там запоры, расстройство кишечника, да, то есть там сдутие живота, да, то есть о чем бы вы подумали сразу, за что бы вы схватились, куда бы потянула рука, да, потянулась рука, но, скорее всего, вы бы, ну, не знаю, вот очень интересно, напишите мне, те, кто у нас сейчас, как бы, с нами в зуме, используете ли вы колострум плюс для улучшения здоровья кишечника, то есть как бы думали вы о том, что колострум полезен, пользуетесь ли вы этим продуктом или пока нет. Немножко подожду, попью водичку, те, у кого водички нету, сходите за водичкой, да, и напишите мне, пожалуйста. О, я сейчас посмотрю. Ага, да, замечательно. Почистить кишечник. Колострум не пробовали, даже не предполагали, что колострум, но вот сейчас будем разбираться, почему колострум, да, почему молозивор. Смотрите, даже если мы смотрим с вами описание, вот те слайды, которые будут, это слайды, которые мы можем с вами найти на сайте компании, да, я надеюсь, что вы знаете, что когда мы заходим на наш бэк-офис, там, где есть продукт, там, где есть информация, там есть материалы, и по многим продуктам у нас есть дополнительная информация, да, вот это как раз из части, из той презентации, которую нам предоставила компания, да. И обычно мы на колострум плюс смотрим как на продукт, который нам помогает с вами укреплять иммунитет, да, и помогать повышать сопротивляемость организма. Но здесь для нас, если мы смотрим с точки зрения здоровья кишечника, для нас важны еще два момента, на которые действует колострум плюс, которые направлены на его действие. Это ускорение процессов регенерации, восстановления. Вот этот момент вы можете использовать в любых ситуациях, когда надо помочь организму восстановиться, будь то это какая-то травма, перелом. То есть если вы добавите в свой вот этот набор нутрициологический поддержки организма в какие-то ситуации, колострум, то вы таким образом эти процессы вы усилите и убыстрите, да, то есть вы поможете быстрее организму восстановиться. И то же самое идет о процессах, можно говорить о процессах регенерации именно слизистых кишечника, да, и стеночек кишечника, да. И следующий момент – это защита и восстановление слизистых желудочно-кишечного тракта. И вот давайте сейчас с вами разбираться, а почему же оно так действует, что же там в этой баночке внутри есть, да. То есть первое, то, о чем мы с вами больше задумываемся, молозивы являются источником иммуноглобулинов, иммуноглобулинов именно ГА, да. Что они делают? То есть это белковые компоненты, которые как раз направлены на борьбу с различными инфекциями, с бактериями, с вирусами, с токсинами. То есть иммуноглобулины помогают нейтрализовать и вывести токсины из организма, да. И также очень важный момент – они препятствуют именно размножению бактерий и вирусов, да. То есть поэтому мы можем использовать и для профилактики, да. И если мы говорим с вами о синдроме раздраженного кишечника и вообще о здоровье кишечника, да, то опять же мы вспоминаем, что как долго, если мы смотрим, посмотреть различную информацию, то острое состояние, оно, как правило, решается на протяжении двух-трех месяцев. И для того, чтобы восстановить микрофлору, если, допустим, в случае того, что, допустим, человек пропил курс антибиотиков, после этого заниматься микрофлорой надо на протяжении двух-трех месяцев. То есть недостаточно там одну-две недели попить какой-нибудь там продукт с дружественными бактериями, да, или там йогурт поесть. И здесь очень важно, что надо помнить о том, что если говорить о восстановлении, то процесс восстановления может идти до полутора лет, да. Поэтому этот процесс именно такой длительный, да, и это образ жизни, да. И смотрите, если мы говорим о иммуноглобулинах, они составляют практически 70-80% от общего содержания белка в молозе, да. И поэтому чаще всего, когда мы вспоминаем о молозе, то мы именно вспоминаем о том, как оно действует на иммунную систему. Следующий, очень важный момент, который у нас с вами напрямую влияет на здоровье нашего кишечника, это противомикробные факторы, да. То есть это факторы, это различные вещества, которые влияют на, как бы, помогают нам подавлять развитие именно патогенной бактериальной микрофлоры. Что значит патогенная, да. То есть у нас с вами, если мы заглянем вовнутрь кишечника, да, то есть что такое микробиом? Микробиом – это целое сообщество различных видов бактерий. Одни из них являются для нас полезной, другие являются, там, условно-патогенной. Что это значит? То есть если их станет слишком много, они будут вредить. Если они в таком сбалансированном, как бы, количестве, да, то есть они тоже играют свою определенную роль для нашего организма, да. Причем бактерии, они разные, да, то есть часть из них живет на стеночках кишечника, она называется пристеночная микрофлора, а часть живет в таком свободном полете именно в просвете кишечника, да. И вот здесь как раз лактоферин – это противомикробный фактор, да, то есть он помогает связывать именно рост, замедлять рост патогенной бактериальной микрофлоры, да. Следующее, что еще там у нас с вами есть, да, то есть лизоцин. То есть это фермент, который разрушает определенный вид бактерий, да, и он тоже обладает таким противовоспалительным иммуномодулирующим. Что значит иммуномодулирующий? То есть он не стимулирует иммунную систему, а он регулирует иммунную систему. Если она ослабленная, он ее укрепляет, если она слишком активная, он ее успокаивает, да. И опять же, смотрите, он участвует в регуляции кишечной микрофлоры, да. Следующее, есть лактоперидаза – это фермент, да, который снижает активность различных видов патогенов, бактерий и грибков, да. То есть мы помним, что у нас в состав нашей кишечной микрофлоры ходят не только бактерии, там ходят грибки, там ходит очень такая на слуху, очень знаменитая прямо звезда из бактерий – это кандида, да. То есть она может… Она, с одной стороны, нужна для нашего организма, да, то есть она там выполняет определенную функцию, да, причем такую очень интересную, она стоит на защите, да, то есть она помогает переварить углеводистую пищу, углеводосодержащую пищу, да, и при этом она смотрит, если у нас там по каким-то причинам, у нас в тонком кишечнике есть ворсиночки, на которых находится пристеночная микрофлора, если в какой-то момент этой пристеночной микрофлоры становится меньше и образуются такие, как пустые места, то кандида, она на это место садится, как бы защищает, чтобы чужие не пришли, но при этом она потом может уже видоизмениться и потом уже приносить вред и не пользу. И вот как раз лактоперидаза, она помогает вот эту активность именно бактерий, грибков регулировать. И здесь как раз, смотрите, очень такой важный момент, что вот эти факторы, они имеют очень важное значение для именно дыхательной системы, да, потому что они помогают защищать вот эту барьерную, как бы создавать вот эту барьерную функцию именно в дыхательной системе, да. Следующее, смотрите, очень важный момент, очень важная составляющая, трансферфактор, они настолько знаменитые, трансферфакторы, которые именно входят в состав молозива, да, что даже существует отдельное направление, когда эти трансферфакторы их выделили отдельно и сделали как отдельный продукт. Но здесь нам очень важно понимать, что молозива – это совокупность различных факторов, а трансферфакторы – это только одна часть, да. И поэтому важно, когда они как бы работают в таком синергизме, помогают друг другу. За что отвечают трансферфакторы, да. То есть они усиливают, с одной стороны, иммунный ответ, когда он ослаблен, напротив, если иммунный ответ гиперактивный, они помогают этот иммунный ответ успокоить, да. Почему мы говорим о вот этих иммунных ответах именно в связи со здоровьем кишечника? Наверное, слышали, есть такое заболевание, болезнь крона, да, то есть когда уже в кишечнике образуются язвы, там может быть кровотечение, там может быть уже как отмирание ткани. Это очень серьезный и опасный процесс. И один из факторов, который его провоцирует, это именно иммунная система, которая прямо начинает бороться против самого организма, да. То есть своя иммунная система борется против как бы хозяина, да. И вот как раз трансферфакторы, они помогают вот эту ситуацию успокоить, подружить, да. И смотрите, еще очень важный момент, трансферфакторы, они отвечают за то, что формируется память иммунитета, да, то есть которая впоследствии помогает уже быстрее организму реагировать, да, потому что у нас есть с вами врожденный иммунитет, есть, который нам как бы при рождении, да, и есть иммунитет, который приобретенный, то есть который мы нарабатываем в течение жизни. Но если организму не хватает вот этих исходных материалов, да, то и вот эта память иммунной системы, она может как бы хуже формироваться, да. И почему именно молозиво? Молозиво – это тот продукт, который помогает вот этому новорожденному, да, будь то это там теленочек, человек, то есть любому живому вещен, как бы организму, да, то есть он помогает именно выжить вот в эти начальные моменты, помогает сформировать вот эту защитные механизмы, да, то есть и мы можем с вами свою иммунную систему как бы обучить заново. Это особенно важно для тех, кто из того поколения, кого, допустим, там не кормили грудью и кто не получил молозиво, да, вот я еще к этому поколению отношусь, да, то есть как бы нас уносили, приносили только как бы через какое-то время к маме, да. То есть смотрите, вот очень важно, что делают трансферфакторы, они помогают формировать в правильный иммунный ответ. И это очень связано именно и со здоровьем кишечника, да. Бета-глюканы, вот это очень важная составляющая молозива, которая с одной стороны питает нашу микрофлору, да, а с другой стороны она тоже помогает регулировать работу иммунной системы. И один из важных таких моментов, то, что делают бета-глюканы, они укрепляют как бы иммунную систему, именно как бы иммунный ответ именно слизистых кишечников, да. И есть исследования, которые говорят о том, что при синдроме раздраженного кишечника, при такой как бы дырявый кишечник, есть такое понятие, когда стеночки кишечника, они начинают как бы пропускать метаболиты, да, то есть они, бета-глюканы тоже очень хорошо в этом направлении работают. То есть смотрите, даже вот если эти моменты мы с вами разобрали, да, то это уже мы с вами понимаем, что это очень важный такой хороший инструмент, который помогает нам с вами защитить наши слизистые кишечника. Что еще у нас с вами есть для защиты и восстановления слизистых, и почему вообще слизистые так важны, да, то есть именно слизистые, они защищают желудочно-кишечный тракт, да, то есть это именно такая оболочка, которая с одной стороны она защищает, а с другой стороны в ней живут наши хорошие бактерии, да, потому что мы с вами говорили, что часть бактерий, они находятся в таком свободном полете, а часть из них живет в слизистых. И когда человек пьет антибиотики или там, не знаю, какие-то вещества, которые влияют на нашу микрофлору, то те, которые находятся вот в этом просвете кишечника, они погибают, но те, которые находятся в глубине и вот в слизистых, они выживают, и потом благодаря им восстанавливается наша с вами собственная микрофлора. Микрофлора кишечника у человека – это как отпечатки пальцев, то есть есть даже методики, когда так как по отпечаткам пальцев определяют людей, также можно определить и как бы человека, да, то есть она уникальна, и она с нами идет с самого рождения, да, и очень важно ее поддерживать, ее сохранять, да, потому что все, что мы с вами добавляем потом, оно, как правило, изначально входит в конфликт с нашей микрофлорой, да, и поэтому очень сложно микрофлору восстановить, даже если мы с вами длительно пьем различные какие-то продукты, которые или в еде используем продукты, которые содержат дружественные для нас бактерии, еще не факт, что они приживутся, да, но почему их полезно использовать в еде, да, и почему как бы они для нас с вами важны, да, то есть почему нужна слизистая, да, то есть здесь очень быстро, да, то есть это наша с вами защита, да, и очень важно понять, что если у нас слизистая кишечника, в ней идут какие-то изменения, да, очень часто, когда делают там колоноскопию или гастроскопию, то есть смотрят слизистые, иногда человек получает такое заключение, что слизистые воспаленные, что слизистые как бы высушенные, почему, потому что как бы у них не хватает вот этого защитного слизистого слоя, как это может проявляться, то есть как может человек почувствовать, что что-то не в порядке, то есть это вот все те моменты, с которыми мы довольно часто с вами сталкиваемся, то есть это изжога, это вздутие, это рефлюкс, который, который если он уже в таком более сильном проявлении, то он уже потом идет и как диагноз, да, может быть чувство тяжести, там метеоризм, отрыжка, то есть вот эти все проявления, это сигналы нашего организма, что что-то происходит не так, да, и здесь как раз вот видите, внизу как раз написано, что повреждения слизистой оболочки также могут привести к развитию уже синдрома раздраженного кишечника, да, то есть видите, у нас с одной стороны может быть синдром спровоцировать нарушение слизистых, раздражение слизистых и воспаление, допустим, если у человека там длительные запоры, впоследствии это может привести к воспалению, да, или наоборот, если там какие-то изменения, там антибиотики человек пропил, да, не восстановился, да, то есть потом уже изменение слизистых может дать другой обратный эффект, да, то есть это между собой очень связано. Что мы можем с вами делать, да, мы с вами можем с одной стороны как бы профилактировать вот те моменты, которые влияют, да, это и питание, и стресс, алкоголь, да, вот эти все вещи, да, но при этом мы можем с вами уже действовать целенаправленно, да, то есть мы можем с вами использовать и в пище продукты, которые будут полезны для микрофлоры и для слизистых, да, и мы можем с вами уже использовать такие целевые продукты, которые будут действовать именно на слизистые кишечники и давать нам восстановление. Вот к таким продуктам относится наш новый продукт, Джинера, да, и смотрите, здесь опять же у нас с вами, как вот в последних продуктах, которые заходят в линейку продуктов караулоклуба, там есть запатентованный компонент с доказанным действием, причем на основе клинических испытаний, да, вот этот ингредиент, это мукасей, да, что это такое, из чего он сделан, он сделан из двух составляющих, которые сами по себе, они уже имеют такое очень хорошее действие, да, и много лет, вот, допустим, лично я, я просто такие продукты как бы отслеживала, искала где-то там, где можно было достать, да, то есть это экстракт листьев оливы и экстракт ампунции индийской, да, вот здесь это синергия, то есть это два компонента вместе, они запатентованы, этот ингредиент, и что он нам с вами дает, смотрите, то есть с одной стороны ампунция, она помогает при изжоге повышенной кислотности и болях в желудке, а с другой стороны листья оливы, они усиливают и ускоряют очищение организма и выведение токсина, то есть если мы вообще подсчитаем с вами, какое есть действие у листьев оливы, экстракта оливы, да, то у нее есть выраженное противогребковое действие, она очень хорошо работает на, помогает как бы справиться с вопросом кандидоза, да, и у нее есть и такое как противопаразитарное действие, ну, как бы грибки тоже, то есть мы их тоже относим к паразитарной инфекции, да, то есть есть разные виды грибков, и вот здесь вот как бы вместе, это активная составляющая, но смотрите, оно проходило исследование, это двойное слепое рандомизированное контролируемое исследование, да, то есть как бы была группа, где давали плацебо, да, то есть чем была контрольная группа, и здесь вот есть много показателей, на что действует, да, то есть можете более подробно, подробно кому интересно, да, зайдите себе в бэк-офис, откройте презентацию, посмотрите полностью эту презентацию, да, и что еще у нас с вами есть в составе дженеры, у нас есть л-глутамин, который это аминокислота, которая именно помогает снять воспаление слизистой и повысить ее защитную функцию, и плюс у нас с вами есть в сострабе экстракт корня солодки, да, и что он делает, если мы смотрим с вами именно на здоровье кишечника, да, слизистой кишечника, вот он как раз помогает восстанавливать вот этот слизистый слой, да, то есть он защищает слизистую кишечника, да, облегчает, как бы увлажняет и смягчает, но если мы с вами посмотрим на дженеру и посмотрим на состав, то у меня такой вопрос, как вы думаете, для чего еще будет полезна дженера, кроме как кишечник, в каких случаях мы еще можем ее использовать, какие идеи, если смотрим на состав, немножко дух переведу, для легких и легких, ага, смотрите, дыхательная система и лимфа, то есть абсолютно правильно, почему лимфа, потому что она вообще качество лимфы, частота лимфы, она очень связана с кишечником, она очень связана с грибковыми инфекциями, особенно с кандидозом, да, поэтому будет такое направление, тоже в плюс мы пойдем, да, и то же самое, если мы смотрим с вами на дыхательную систему, да, то есть солодка это то, что мы с вами очень любим, и традиционно солодка, вообще лист оливы, солодка, это именно пищевые, как бы такие, это то, что используют в питании, да, то есть если вы посмотрите различные аюрведические, там, индийские чаи, да, то практически в каждом чае вы найдете солодку, да, то есть это одна из семи королевских трав, которые были еще описаны авиценой, да, поэтому смотрите шире, да, и когда мы с вами будем, можем использовать эти продукты для здоровья кишечника, мы параллельно еще получим с вами замечательные результаты и, как бы, по другим направлениям, да, у меня у самой после нашего этого знаменитого вируса, я его подхватила в начале года, довольно тяжело перенесла в декабре, как бы декабрь-январь, как раз на Новый год получилось, и до того момента, когда Дженера появилась, да, у меня на шее было несколько увеличенных лимфатических узлов, которые я никак не могла привести в порядок, несмотря на то, что вот был весь вот этот наш арсенал, да, когда добавила Дженеру, они постепенно, эти лимфатические узелочки пришли в норму, да, поэтому очень важный, очень замечательный продукт, да, и вот лично у меня он занял такое достойное место в моей такой натуральном наборе, природном здоровье, которое у меня есть дома на постоянной основе. Так, пять минут у нас еще есть, о чем еще мы немножко с вами можем поговорить, да. Что еще важно? Важно для здоровья микрофлоры, вообще для здоровья кишечника и слизистых очень важная составляющая – это наша микрофлора. очень коротко, да, в следующий раз тогда подробно разберем, сейчас просто дам вам направление, да, мы с вами более знакомы с пробиотиками, пребиотиками, симбиотиками, да, то есть это еда для бактерий, это источники как бы сами живые бактерии, да, и это можно сравнить с тем, что если кто-то из вас занимается там садоводством, огородством, да, и выращивает там огурчики и помидорчики, то это можно сравнить с тем, что мы берем с вами семечко, мы сажаем, создаем условия, подкармливая это растение, но для чего мы все это делаем? Мы делаем это для того, чтобы получить плоды, там огурчики, помидорчики, яблочки, да, то есть нас интересуют именно плоды, да, и вот если мы говорим о дружественных бактериях, да, о нашей микрофлоре, то нас тоже, когда мы с вами восстанавливаем нашу микрофлору и используем такие продукты, как суперфлора, например, да, то мы с вами, или там бикурунга, да, то есть мы с вами ожидаем, для чего мы это делаем, чтобы дождаться, когда эти бактерии приживутся и начнут выделять различные вещества, которые очень полезны для кишечника, да, и эти вещества, их называют метаболиты, и на основе этих веществ уже был создан следующий уровень продуктов для поддержания здоровья кишечников, это кишечника, это метабиотики. Мы с вами уже немножко с метабиотиками знакомы, вот это как раз разница, почему все-таки отличалось действие суперфлоры от бикурунги, то есть бикурунга – это уже продукт, который, хоть он сделан на основе традиции, это традиционный бурятский кисломолочный продукт, на основе которого сделан именно продукт, который мы можем в виде уже как бы БАДа использовать, да, но там были и дружественная микрофлора для нас, и метабиотики, то есть продукты их жизнедеятельности, да, но как бы для части, вот допустим для нас, вот я в Латвии живу, да, у нас сейчас бикурунга недоступна, да, и я очень рада, что у нас появился продукт, который нам дает вот этот новый уровень заботы о кишечнике, то есть мы с вами получаем уже именно то, что бактерии синтезировали, что это нам с вами, какие преимущества дает, то есть там в этом продукте не содержатся сами микроорганизмы, мы уже с вами говорили, они могут вступать в конфликт с нашей микрофлорой, да, и плюс они уже дают вот эти активные вещества, которые действуют сразу, то есть нам не надо с вами ждать 2-3 месяца, пока бактерии приживутся, и может быть начнут синтезировать эти активные вещества. И опять же еще такой момент, что пробиотики, сами пробиотики, они очень хорошо действуют именно в тот момент, когда если, допустим, идет синдром раздраженного кишечника с диареей, когда понос, когда ускоренное действие кишечника, да, метабиотики, они будут действовать и в случае, когда кишечник как бы слишком активный, и в случае, когда запоры, да, то есть он будет работать и там, и там. И их можно использовать в любой ситуации, да, и опять же вспоминаем, что это те продукты, которые у нас с вами могут идти на постоянной основе, потому что для восстановления здоровья кишечника нам нужно время, да, то есть это не вопрос одного и двух месяцев. То есть метастик, да, то есть это еще одна такая как бы бусинка вот в это ожерелье, к которой мы можем как бы украсить наш кишечник. Так, я думаю, что на этом мы сегодня остановимся. Дальше мы продолжим в следующий раз эту тему. Можете, я думаю, так, мы можем, Юрис, наверное, мы выключим запись, и тогда мы можем еще чуть-чуть, пять минут поговорить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!